Всем привет! С вами я, Сергей Малошенко и GreenTime. Программа о культурном и житейском футболе. Сегодня поговорим о российской молодежи. Как знаем, у нас в Премьер-лиге вручается премия лучшему молодому игроку. В этом году ее получил полузащитник Зенита, который выступал в Рубине Павел Могилевец. Он провел за казанский клуб 10 встреч, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Уровень его игры соответствовал уровню игры лидеров казанского клуба Ансальди, Надхо, Рондона. Не удивляет и его поездка на чемпионат мира 2014 года. В последнее время награду получали футболисты, которые становились настоящими лидерами чемпионата. Выходили в основном составе своего клуба и уже заявляли себя как лидеры. Но в 2013 году победителем стал нападающий ЦСКА Константин Базилюк. Уже обновил рекорд премии. Он стал первым из лауреатов, кто не выходил ни разу в основном составе клуба российской футбольной премьер-лиги, сыграв целых 7 матчей. Правда, всего 139 минут не должно радовать ни самого игрока, ни нас. Ведь талантливых форвардов у России осталось немного. А скоро чемпионат мира 2018 года. Кому играть? Киржакову? В нынешней ситуации удивлять должен вообще Базилюк как победитель. Ведь лучший игрок по факту в прошлом году вручал за выступления в дублирующих составах и молодежке сборной, где Константин заявил о себе пятью голами в шести играх. Плюс победный мяч Ростову, когда у ЦСКА были проблемы в игровом плане. И Базилюк элементарно принес команде три очка, выйдя и через три минуты забив. Выходит, молодежь нам не нужна. Когда дела идут совсем плохо, ведь при первой же возможности иностранцы сразу занимают их места. И тут в принципе видна проблема в доверии всего российского чемпионата. У молодежи нет возможности себя показать. Ведь тот же Базилюк не может вылезти из-под спин забивного думбия и быстрого, но не всегда стабильного мусы. Причем качество выступления иностранцев не всегда имело значения. Почему же в той же Германии, Испании, играет много воспитанников своих школ? И тут можно сразу сказать об инфраструктуре, полях и школах. Вот только ответ другой. В Ла Лиге, Бундес Лиге клубы ниже грандов не обладают достаточными финансами, чтобы покупать дорогих, уже готовых иностранцев. Им приходится ставить своих. Казалось, все как у нас. От безысходности и в неблагоприятных ситуациях молодые игроки играют. Вопрос только в том, что у нас это длится до трансферного окна, а у них до следующего сезона. Но что происходит потом? Клуб Калибра Вердер, Хитафи, Хофенхайм или Раю Валикану по окончанию сезона продают хорошо зарекомендовавших себя игроков более именитые клубы, которые не оправдали надежды, простились с командой, а сам тренер пошел в молодежку за новыми талантами. Все это происходит от необходимости, от безальтернативности. Но благодаря таким клубам в свет появляются свои Иска и Холби, Мунеин и Терштеген. Возможно и у нас такие таланты есть, вот только нет шанса у них показать себя. И потому молодежь, выигравшая Евро 2006, не заиграла совсем. Премьер лиги всего двое. Памазан в Кубани, которого судьба злодейка побросала по многим клубам. И лидер той сборной Саша Прудников, стал серой массой в российском футболе. Ведь обидно, парни были лучшие в Европе в 2006 году, но потом остановка в развитии. И сказать искренне, это не единственное поколение, которое не может перейти на новый уровень в футболе. С чем это связано? Психология, воспитание или недостаточный профессионализм? Но есть у нас такая особенность в менталитете. Нам нужно все и сейчас, не привыкли ждать. Выходит, что наша молодежь, которая должна развиваться в плане футбола, она выходит на определенный уровень. Пускай и сильнейший в определенном возрасте. Но прогресс останавливается, и тренер пожимает плоды. Получает награды. Когда как футболисты других национальностей играют более раскрепощенно. Им не запрещают обводить. Естественный футбол выглядит более юношеским. Вот только это им позволяет прийти в большой футбол с тем энтузиазмом, с которым молодежки они возили защитников. Они не забыли, как это делать. Когда как наши футболисты похожи в эти года на машины, которые выполняют очередную установку. Правда, если в какой-то ситуации тренер не подсказал, или случился эпизод, неожиданное удаление, пенальти или быстро пропущенный гол, то они теряются и не знают, что делать. А нужно просто играть. Некоторые считают, что футбол – это жизнь. Если честно, меня расстраивает их мнение. Потому что футбол – это больше, чем жизнь. Билл Шенклинг. Подписывайтесь на мой канал. И самое главное – смотрите футбол. Любите футбол.